Руководители и специалисты Управления сельского хозяйства, сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Кашхабского района 28 февраля приняли участие в семинар-совещании по подготовке и проведении сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2020 году. Данное мероприятие прошло в актовом зале администрации района. В семинар-совещании приняли участие глава района Заур Хамирзов, начальник отдела растеневодства и земледелия Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея Эмма Абрегова, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, начальник управления сельского хозяйства района Заур Самогов, представители научного земледельческого сообщества главы сельских поселений. Совещание началось с приятного момента, а именно с вручения наград работникам агропромышленного комплекса района от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Республики Адыгея, Администрации Кашхабрского района и Совета народных депутатов. Затем начальник управления сельского хозяйства района Заур Самогов ознакомил участников семинара с основными задачами сельскохозяйственных предприятий и организаций по подготовке к весенним полевым работам. Говоря о весеннем полевым работе, нельзя не сказать в первую очередь о потенциале уже заложенных азимов культуры продолжают в 2020 году. Посеяние всеми категориями хозяйства азимов культуры всего 18-8 тысячи этаров, что составляет 106% в предыдущем году, в том числе на зерно 17-1 тысячи гектаров, что составляет 105%. Всего оборудования культуры района это составляет 58% в общей посевной площади. По культурам площади азимов кассе мы распределились следующим образом. Шиница азимная 15-2 тысячи гектаров, что составляет 101%. Ичмейная азимная 1-9 тысячи гектаров, что составляет 120%. РАПС 1-6 тысячи гектаров кассея. 1-6 тысячи гектаров кассея. Из-за отсутствия осадков в весенний период 2019 года сходы азимных культур были неравномерными. Мы шли в зиму ослаблены. Лишь благодаря мягкой зиме 95% азимных находятся в хорошем и будет в строительном состоянии. Перед нами стоит задача сохранить весенний период азимных азимных и принять меры для получения высокого урожая. Для этого в районе созданы определенные запасы удобрения. На сегодня приобретено 5 742 тонн минеральных углублений, что составляет 92% от потребности. Часка турок уже внесена в почву в виде подконки в ряде хозяйств. На сегодня в районе появлена первая подконка на площади 15 тысяч гектаров, что составляет 80% посева зимных культур. Можно отметить, что зимные зерновые и другие зимущие культуры на земле однократно возобновили вегетацию, чтобы повлекло расход растений, питательных причинств. Чрезвычайно важно качественно и современно покормить все перезимовывающие посевы. В подражателе 2020 года в районе предназначаются посевы всего 16 400 гектаров яровой культуры. В том числе яровая членя 350 гектаров, овса 500 гектаров, подсолнечника 8 600 гектаров, кукуруза на зерно 6 210 гектаров, сои 350 гектаров, кормовых культур всего 30 гектаров, картофеля и овощебарщая культура 21,5 гектара. Доктора и кандидаты сельскохозяйственных наук представили информацию о реализации генетического потенциала зерновых и масличных культур в условиях 2020 года и их селекции. В канун нового сезона мне хотелось бы поговорить с вами о том и настроить на очень серьезную работу. Перед нами стоят очень большие задачи. В последнее время вы знаете, слышите и, вероятно, чувствуете поддержку государства. Первые лица государства говорят о том, что сегодня АПК страны является драйвером, локомотивом экономики страны. Мы даже перевыполнили некоторые показатели доктрины продовольственной безопасности. У нас очень хорошие результаты по производству зерна, очень интенсивное зернопроизводство в нашей стране, особенно на юге. И доля наша в мировом производстве зерна значимая. Я хотел бы поблагодарить администрацию Кашахабетского района и в целом аграрии Республики Адыгея за приглашение и за тот урожай в целом, который получил Адыгея в 2019 году. Надо отметить, что урожай довольно значимый, 18,3 центра зеркара, если было 14,9, в 2018 году. Есть прогресс, что зависит от этого. Видимо, использование культуры озеленения увеличилось, ну и, наверное, же использование сатой. Также на мероприятии прозвучали доклады о мерах государственной поддержки, сельхозтоваропроизводители, льготном кредитовании и страховании посевов. По данной теме выступили представители Росельхозбанка и Лобинской региональной дирекции «Кубанькредит». Мы еще раз хотим напомнить о себе, льгийский региональный филиал Росельхозбанка. Еще раз коротко хочу рассказать наши программы, наши новшества, которые у нас случились в 2019 году и продолжают работать в этом году. Чтобы, вижу, здесь много знакомых лиц, наших действующих клиентов, хотелось бы привлечь и остальных также на обслуживание к нам. На что хотелось бы в первую очередь сделать акцент. Льготное кредитование, которое уже мы с 2017 года осуществляем по-новому, в рамках постановления 1528, так называемого, у нас набирает темпы и наращиваем обороты ежегодно, в том числе по малым формам хозяйствования. В этой связи банкам разработаны новые кредитные продукты, которые позволяют по упрощенной схеме предоставлять льготные кредиты на оборотные средства, то есть на сезонно-полевые работы, которые, естественно, все хозяйства, большинство хозяйств испытывают потребность именно в эти периоды. Упрощенная программа кредитования позволяет кредитовать заемщика без обеспечения в зависимости от его кредитного рейтинга. Многие фермеры уже обратили внимание, что они фактически с 2019 года без залоговых документов фактически кредитуются у нас и по упрощенной схеме очень оперативно. Далее новая программа, которая в 2019 году заработала в целом по Росехозбанку, это программа АКОР, которая заключена на уровне Федерального Росехозбанка и Ассоциации христианско-фермерских хозяйств России. Было заключено соглашение, которое в рамках данного соглашения сотрудничества, члены ассоциации кредитуются под 4,5% годовых, также под упрощенной программе, фактически без последующего мониторинга на этапе кредитования, получив у нас кредит. От компании «Пионер», «Югхим» и «Семеноводство Кубани» фермерам был представлен портфель предложений по приобретению семян различного рода и препаратов для защиты посевов. Глава администрации района Заур Хамирзов, закрывая совещание, поблагодарил участников за плодотворную работу и пожелал всем труженикам дальнейших успехов в их нелегком труде.